Число личных банкротств в России в 2020-м увеличилось на 70 с лишним процентов, сообщают ведомости. Сюда входят и физлица, и индивидуальные предприниматели. За год их обнулилось 119 тысяч. Лидеры – Питер, Москва, Алтайский край и Тюменская область. Корпоративные банкротства, наоборот, снизились на 20% из-за моратория, который перестал действовать 7 января. Пока, пишет газета, серьезного притока желающих обанкротиться не наблюдается. К концу 2020-го, впрочем, в предбанкротном состоянии оказались почти треть российских компаний. В России за сутки плюс 24 715 новых заболевших и 555 летальных исходов. В Минздраве не исключают послаблений для тех, кто привился от ковида. Таких, по данным министерства, уже 800 тысяч. Правда, около 60% населения по-прежнему боятся прививаться. Власти Сахалина объявили, что раздадут всем привившимся специальные бейджи, которые позволят не носить маску. О введении иммунных паспортов говорят и в Роспотребнадзоре. В Москву тем временем завезли 10 миллионов использованных одноразовых перчаток. Заведено уголовное дело. В России сегодня нет гриппа, заявила на Гайдаровском форуме глава Роспотребнадзора Попова. По ее словам, сказалась массовая вакцинация, привито почти 60% населения, а также противоковидные меры, которые остановили заодно и грипп. Тем не менее, эпидемический порог превышен в 8 регионах. Это сопоставимо с показателями прошлого января. С 18 января во всех российских школах возобновится очный формат обучения, заявил глава Минпросвещения Кравцов. По его словам, переход на постоянную дистанционку – это лишь слухи и домыслы. Базового ЕГЭ по математике в этом году не будет, заявил Кравцов. Для поступления в ВУЗы достаточно будет ЕГЭ по русскому и по профильным предметам. В Норвегии после прививки вакциной от Pfizer умерли 23 пенсионера. Инцидент признали рядовым случаем и скорректировали программу вакцинации. В Германии планируют создать тюрьму для злостных нарушителей карантина, выяснил таблоид Бильд. В стране больше 1200 умерших за сутки власти обсуждают мега-локдаун, вплоть до полной остановки общественного транспорта. Экономика страны сократилась впервые за 10 лет. За 2020-й минус 5%, пишет Блумберг. Российские власти обсуждают выход из договора по открытому небу, выяснил коммерсант. В конце прошлого года из соглашения вышли США, после чего, заявляют в Москве, договор перестал иметь смысл. Документ регулировал облеты военных объектов потенциального противника. Северная Корея представила на военном параде баллистическую ракету для подводных лодок. Центральное телеграфное агентство считает, что это самое мощное в мире оружие. А в Институте проблем Дальнего Востока уверяют, что это пока только макет. Зато Иран провел учение у входа в Персидский залив. Запущены крылатые и баллистические ракеты, пишет агентство Мехар. Байден предложил потратить еще почти 2 триллиона долларов на стимулирование экономики. Туда входят прямые выплаты американцам по 1400 долларов, 160 миллиардов на вакцинацию и 175 миллиардов на кредиты малому бизнесу. Советник Байдена по экономике ДИЗ настаивает на скорейшем открытии школ, чтобы родители вернулись на работу. Число заявок на пособие по безработице в Штатах снова приблизилось к миллиону в неделю. Репетицию инаугурации Байдена отложили по соображениям безопасности. Форбс выяснил, проголосовавшие за импичмент Трампа конгрессмены закупают бронежилеты. А Рейтер пишет, за месяц до атаки на Капитолий некий программист из Франции перевел ультраправым активистам в США полмиллиона долларов в биткоинах. Директор ФБР снова призвал готовиться к вооруженным протестам. На мировом авторынке дефицит микрочипов, пишет Рейтер. Форд, Ниссан, Субару, Фольксваген, Тойота и Фиат уже вынуждены сократить из-за этого производства. Чипы за время пандемии раскупили производители ноутбуков и игровых приставок. К этому, пишет агентство, добавились санкции Трампа против китайских производителей. Часть автоконцернов попыталась заказать микрочипы в Тайване, но местному заводу не хватило мощностей. Минторг США добавил в черный список Xiaomi и еще 8 китайских компаний. АвтоВАЗ с начала года поднял цены на всю линейку своих автомобилей. Гранта подорожала на 10-13 тысяч, Ларгус на 15, Веста на 20-27 тысяч. Прежняя цена осталась только на Ниву. За прошлый год концерн шесть раз повышал цены на свои автомобили. Правительство Бурятии отправлено в отставку в полном составе. По словам главы региона Циденова, администрации нужны структурные изменения и переход на цифровую работу. А в Улан-Удэ задержали начальника местного водоканала. Он, как выяснилось, заставлял подчиненных строить дом для своей тещи и украл у предприятия 700 тысяч рублей. В Энгельсе сотрудники пищеблока в двух детских садов и одной школы с ноября не получают зарплату, рассказала местный депутат, к которой рабочие обратились за помощью. Все они, как выяснилось, трудоустроены неофициально, через ИП, что осложняет ситуацию, говорит депутат. Компании принадлежат местному бизнесмену Подбаронову, который ранее забрал из городских школ оборудование, подаренное им же в рамках благотворительной помощи. Рабочих Армавирского машиностроительного завода уволили без зарплаты компенсацией. Всего 330 человек. Предприятие еще в 2018-м было признано банкротом. С сентября 2019-го перестали выплачивать зарплату. Долгов за это время накопилось больше, чем на 100 миллиардов рублей. Лидер кубанских профсоюзов написала в прокуратуру. Российским спортсменам, отстраненным от соревнований, предложили на Олимпиаде вместо гимна петь «Катюшу». Из-за допингового скандала нашим атлетам два года придется выступать под нейтральным флагом. В Госдуме песню назвали «Визитной карточкой России». Бывшая фигуристка Тарасова предлагала петь «Славься, Глинки», а почетный президент Олимпийского комитета тягачев «За родину, за Сталина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова